Выступления не будет. В смысле? Вы не можете? Вообще-то могу. По факту, вы моя группа. 3000, и мы в расчете. Почему всегда, почему всегда все идет не по плану в последний момент? Думаешь, мы зря все это начали? Наверное. Тогда вернем просто все как было. Ева! Аккуратно. Боже мой, ребят, я вас не заметила, простите. Слушайте, я тут просто так вернусь, у меня 10-бэн скоро выступает. Я так хочу, чтобы у меня все получилось, поэтому, пожалуйста, поддержите у нас кулачки. Надейтесь вместе со мной, что все будет хорошо. И раз уж вы уже здесь, давайте, наверное, объявлю победителя конкурса, потому что им стал именно ты, и ты получаешь стих на 10-бэн. Я тебя поздравляю. Сирка, пожалуйста, перенесите мне кто-нибудь в валерьянке, давайте скорее смотреть серию дальше, потому что я очень волнуюсь. Ой, пусть все получилось. Не могу тебя не любить, не могу перестать, не могу не искать толпи. Только это снова не ты, это снова не я, это все как всегда, нитей. Если мы не будем вместе, никуда не деться, значит, это была не любовь. Знаешь, если честно, замирает сердце, в этой комнате так пахнет тобой. Только, я думаю, нужно начать с конца всей истории. Так будет драматичнее. Олег, мы не книгу пишем, а даем информацию для Смиту. Нужна точность, а не лиричность. Не, ну слушай, Олег, тоже в чем-то прав. Точность информации – это очень важно, но вам нужно вызвать сочувствие. Так что эмоциональность тоже важна. Если так думать, то может быть. Только давай, пожалуйста, обойдемся без начать историю с конца, а то... Идет и запутай. Привет, ребята. Но сказала, что ты придешь, но честно сказать, я в это не верю. В общем, вы просите меня, пожалуйста. Я психанул и был неправ. Вы все для меня как семья, и это, наверное, нормально. Во всех семьях бывают ссоры. Я не должен был рубить с плеча, и... Я просто надеюсь, что вы меня простите. Сереж, меня тоже простил. Немного чего нечего надо говорить. Добро пожаловать обратно. А, кстати, тебя там в машине зажили. А, да. Наконец-то. Я что-то пропустил? Да. Да, сам чек уже прошел. Миша, не волнует. Нет, меня не волнует, Миша. Решай, пожалуйста, сам. Добрый день. Это срочный вопрос. Можно? Да. Да, хорошо. Нет, я сказал, решай сам, пожалуйста. Все, давай. У меня нет времени. Здравствуйте. Чем я могу лопать? Вообще-то можете. Я хочу отменить выступление моей группы. Так, подождите. У нас полчаса до начала. Ситуация поменялась. Так, окей. Сейчас решим. А скажите, пожалуйста, название вашей группы? Decide Band. Простите, я знаком лично с продюсерами и... Ну... Ситуация поменялась. Теперь я их продюсер. Хотите взглянуть на документы? Наверное, не стоит. Привет, Маш. Привет. Что ты здесь делаешь? Я вообще к парфорной репетиции, но я заскочила вас поддержать. Пожелать себе удачи. Спасибо. Я думаю, она нам очень понадобится. Я рад, что ты здесь. Ребята, извините, пожалуйста, что там помешало. Там... Ребята, тебя зовут, у вас выход скоро. Ну, мне... Бежать нужно. Я вас верю, сделайте ее. Спасибо. В общем, Сережа позвонил и сказал, что я права, и что он вернется к бенду, представляешь? Я хорошо влияю на нее. Я не хочу возвращаться к парням в компанию. Сначала Владик, потом этот дебил бывший, сейчас Амар. И мне уже вот тут сидят. Расскажешь, что было на сутки. Я же говорила, Владик чуть не наелся наркотиков из-за Рауля. А пацаны все только тупее становятся. Мне с ними уже даже неинтересно. Я у них в компании, как какое-то украшение, талисман. Мне это уже, я не знаю, оно мне надоело все уже. Ну, ты сама говорила, что в первую очередь надо думать о себе в таких моментах. Ну, смотри. Мы с Аней в любой момент тебе поддержим, поможем, подскажем и все такое. Ну, вот сейчас отдам куртку Амару. И больше о них не вспомню. Окей. Пойдешь? Спрашиваешь? Идем. Слушай, меня не трясет, нет? Не больше, чем обычно. Не фужу. Ребят, не волнуйтесь, все будет в порядке. Тут, кстати, уже вызывать вас сложно, так что может там уже костюмы, все эти вещи. Да, жалко только, что Влад так не пришел. Он оказался менее сголовым, чем чем-то. Это за вами. Выходим? Не совсем. Да, вы ходите, но через другую дверь, выступления не будет. В смысле, вы не можете? Вообще-то могу, по факту вы моя группа. Поэтому давайте договоримся на будущее, без самодеятельности, ладно? Андрей Олегович? К сожалению, я бессилен, ребята. А ты красавец, пойдем со мной. У тебя репетиция, опаздываешь. Видимо, вы еще не поняли. Я не собираюсь больше с вами работать. Да? Как жаль, что ты подписал этот контракт. И твои хотелки уже ни на что не повлияют. Ну что, идем? Не зли меня. Блин, на камеру как-то совсем не так. В зале казалось по-другому. Все, Даша, с меня хватит. Ты же понимаешь, мы ничем так не добьемся. Фарфорно написали песню, поставили танец. Но... Без никаких «но». Мы ведем себя как взрослые, а на самом деле, как дети. Лиза, мы уже хлопнули дверью. Дороги назад нет. Точно, переговоры. Они без нас никак не могут. Мы поставим наши условия, и они будут работать с нами. Лиза, ты гений. Так, окей. Давайте сначала... Там такое же движение начинается. Раз, два, три. А потом мы ставим ногу и поворот. Получается... Пять, шесть, семь, восемь, два, три. Ева! Аккуратно сидите. У нее жалко. Сейчас я скорую вызову. Дожди, не надо. Не надо. Ты уверена, что? Да, да. Блин, ты уверена, что тебя скорую не надо вызывать? Все, все порядки. Ты злишься. Я злился. Не то, что ты поставила мои интересы выше своих. Не то, что я злился, не означает, что я не оценил. Аня, никогда больше так не делай. Слушай, никогда. Не представляйся родителями. Артур, я хотела помочь. А по факту и вы миру не рассказали о своей проблеме, да? И я перед спонсорами не выступила. И что, у нас с тебя все пошло по... ...бороде? Все, слушай. Ты пыталась. И ты сделала больше, чем кто-либо. Я люблю тебя. Мы выкарпываемся. И ты, и мы. Общаю. Девочки, вы закончили? Я ваше стучилась. Ну, просто надо было теплее. Ты вся горишь. Поехали домой. Требушка. Мы вещи принесем. Ребрышка. Ева. Ребрышка. Да. Я даже не знаю, это странно или мило. Я возьму вещи. Привет. Ой, здравствуй, Алёна. Просажусь. Слушай, извини, что выдернул. В общем, мы давно знакомы с тобой, давно знакомы с Яриком. Пацанов знаю с мелкого. Скажи, пожалуйста, как сейчас вышло так, что они под продюсерством кого-то другого? Татьяна, да? Да. Слушай, а откуда ты об этом узнал? Мы нигде не афишировали. Была ситуация. Они пришли ко мне на конкурс выступать. И по итогу они даже на сцену не вышли. Выступать пришли? Я ничего об этом не знаю. Слушай, может, я могу вам как-то с Яриком помочь, чем-то поспособствовать, может? Ой, спасибо, Андрюк. Ну, есть у нас уже продвижение в положительную сторону, поэтому разберемся. Ну, спасибо, что ты об этом узнал. Ну, в любом случае, да, если что, обращайтесь. Спасибо. Ой, хорошего дня тебе. Почему всегда, почему всегда все идет не по плану в последний момент? Мне кажется, или я это уже где-то видела? Хочешь сказать, я опять истерю? Полин, а что тогда повод истерить, если не то, что последний шанс на спасение бенда уходит у нас из рук в самый-самый последний момент? Дань. Мы уже пытались и с помощью денег, и привлечь людей к этому всему, и знаешь, ничего не прокатило. Если сейчас опять оказывается, что всем плевать, и меня все бросят, то я не знаю. Даня, что ты устроил? Никто тебя не бросал, и ситуация с фестивалем тому доказательство. Сейчас придут парни, и мы все решим. Мы с тобой. Я с тобой. Что, волнуешься перед фестивалем? Когда он кстати? Сегодня. Утром. Я не выступала, мам. В смысле? Я отдала свое место до сайта. Но зачем? Почему ты не посоветовала себе? Он мне хотел бы помочь. Понимаешь? Но не получилось. Как всегда. Анюта, ты сделала все, что ты могла, правда. Даже больше. Давай договоримся, что в следующий раз ты обязательно посоветуешься со мной. Хорошо? Я все понимаю, правда. Просто... Никаких просто. Ну, я не перестану тобой гордиться меньше, если ты со мной будешь советовать. И, кстати, о работе. Я нашла отличную площадку, где ты сможешь выступить и исправить ситуацию. Мы пригласим журналистов, спонсоров. И ты всем покажешь, насколько ты катай. Классно? Блин. Вау. Спасибо огромное. Я, правда, очень сильно оттуда. Настарайся. А теперь давай сделай видишь, что ты мне нормальный подросток. И ты пойдешь, проведешься, прогуляешься с подружками. Ладно, если ты так настаиваешь... Ань. Опа, здарова. Привет. Здарова. И у нас для вас сюрприз. И тебе привет. Привет. Как дела у вас? Да, нормально. Ну что, у меня вообще к вам новости, но для начала я хотела бы с вами поговорить. Обычно, когда все так начинается, будет что-то плохое. Теперь вспоминайте, где вы накосячили. Зачем вы вообще решили выступать на этом фестивале? Вы же знаете нашу ситуацию. Ну, поэтому мы туда и пошли. Наманя свое место отдала. В общем, да, ты знаешь ситуацию с Татьяной. И единственное, что остается нам с парнями, это на фестивале публично дать огласку этой истории, чтобы просто подпортить репутацию Татьяне настолько, насколько это возможно. И в таком случае она пойдет на уступки, и еще нам будет доплачиваться молчание. Ну, вы, конечно, ребята молодцы, и намерения у вас хорошие, но вы не задумывались о том, с чего вообще все началось? Из-за чего у нас забрали студию? Да, да, Даня. И это кинуло бы тень на Ярослава больше, чем на Татьяну. И это хорошо, что она не разобралась в ваших намерениях и не дала вам выступить. И впредь хочу попросить вас, ребята, если вы что-то такое задумали, сначала посоветуйтесь с нами. А что за новости для нас? Надеюсь, хорошие? Не совсем. Бля, Влада, сны ты у нас, конечно, вчера набухал. Ну так нехер было всякое дерьмо алкоголь подливать. Да, пи***ец, думал, у него передоз из моего специального пива. Ты еще дебил? Да, чуваки, все нормально, я же живой. Да мы видим, ты сегодня как огурчик. Короче, больше тебе пить нельзя. Да я же знал, что такое может быть от алкоголя. А, ну, стойте здесь. Стойте там. Эй, ребят, здравствуйте. Здорово. А, знаете, я тут понял, кто убил машину моей бабушки. Ну и кто же это? Че там? Ну вот, посмотри. Дядя, мы не знали, что эта машина твоя бабуля. Я понял. Кто-то нарвался, да? Что ж, будем делать так. Чтобы обойтись без полиции, три тысячи, и мы в расчете. Долларов? Таких бабок у нас нет. Понятно. Что за херня? Вообще нет. Че мы стоим? Это для того, чтобы понять серьезность ситуации. Омар. Омар, братан. Вставай, вставай, вставай. Вставай, вставай. Тише, тише, тише. Тише. Что это за херня сейчас была? Я не знаю. Тише. Что это за херня сейчас? не очень это ужасно или еще более-менее нехорошая а просто нереально радостная новость ребята наши юристы не зря так долго копались в этих всех документах и они нашли к чему можно прикопаться и мы оспариваем и выкупаем права на наши группы это прекрасно то есть после всего что мы прошли мы наконец-то вернем все наши группы да да именно окей а что насчет студии со студии конечно сложнее и скорее всего мы уже не сможем ничего с ней решить но ребята decide это же не помещение это все мы ребята вы парни вы девчонки да это очень крутой новый я поэтому пришла вам сказать об этом лично хорошо когда мы сможем уже выступать под своими ценник конечно там высокие вашего даже выигрыша с полиной не совсем хватит надо немножко будет под собрать но мы же можем что-то сделать да мы выступим мы все вместе выступим на благотворительном концерте который мы уже договорились осталось только решить за площадку мы сделаем это ребята так а если у тебя сейчас продюсер нормальный может это повод уделить время себе забудешь о работе кайфа и нюшку это веки красиво улыбайся блогер ты очень круто снимаешь я могу помочь тебе реально классная и хобби хорошее можно себя реализовать ну кстати идея хорошая так что в принципе почему бы и да можно попробовать я знала что тебе понравится кстати у тебя классная куртка это мара мне нужно вернуть очень символично кстати отдаешь куртку как символ того что больше не придешь на то я вернусь к вам давай мы за тобой следим я извеюсь конечно а ты где этот глубинный символизм что-то нашла погоди ты красота требует жертв потерпи остался один усик вот смотри олег ты дурачок или как то что по моему он красивый скажи мне какие то смывать буду а вот это уже не мои проблемы да но для начала я кое-что дорисую нет небесра встречи совсем плохо нормально да ни хрена нормально какой хер ты не откричься за себя потому что свои косяки я должен отвечать сам сильно нихрена тут сильного если бы ты дам разрешил мы бы давно их разнесли никаких проблем не было а потом бы они каждому из нас залетели на хату по 10 рыл она мне не надо это просто отмазки ты же сам это прекрасно понимаешь ничего подобного не случилось ты просто ведешься как тряпка надел корону и несешь какую-то херню повтори без проблем братан вот видишь старая мара бы давно бы мне втащил отведешься как тряпка а вы чё пасы не поддалкивать я все сказал просто успокойся все нормально мы все решим спокойно да что вы решите я уже давно для себя все решил кто со мной ну и все с вами понятно что-то водит джазь пусть я уверен что я не сдам этот тест все это знаешь просто прочитаю еще раз условия можем еще раз послушать ну c b ответ б нет мы за сегодня так и ничего не выучили ну да потому что весь день вместо учебы мы дурачились до вечер тоже может это то чего мы так боялись что в отношении все испортят ага а ты думаешь они портят а ты сам как думаешь думаешь мы это зря все это начали наверное ну тогда вернем просто все как было да так будет лучше ладно хорошо я тогда пойду завтра на курсах увидимся да я дома сам домашку сделаю а амар мар больше что случилось что нормально ты как у нас большие проблемы понимаешь мы торчим кучу бабок еще и ростик начинает выпендриваться мало мне было этого если под все пацаны идут я сам бабки просто не вывезу понимаешь мар послушай никто тебя не кинет пацаны тебя любят я всегда буду на твоей стороне как и ты на моей мы все разрулим ростика мы на место поставим слышишь все успокойся пожалуйста все будет хорошо да аж вот это страсти у всех так много всего происходит а я кроме английского и лайма ничего не вижу а знаете что давайте я по этому поводу устрою конкурс посчитайте сколько раз за весь сезон мы с олегом занимались английским победители получат уникальные призы желаю всем удачи и до новых встреч вот и всегда прекрасно видишь пистолет и стал тихо есть не хотел я этого делать но другого варианта у нас нет и просто она придется грабить магаз ребята у меня для вас отличная новость завтра вы едете в тур по городам я не хочу чтоб ты выезжал ты обманула меня да и в общем всех вокруг давай поговорим нормально я не хочу чтобы больше разговаривать никогда